Приветствую вас, дорогие друзья! Я доктор Евдокименко, автор 12 книг о здоровье, и сегодня я покажу вам гимнастику для лечения локтевых суставов. Эта гимнастика эффективна при нескольких заболеваниях. Первое – это локтевой эпикандилит, или то, что называется локоть теннисиста. Второе заболевание, при котором эта гимнастика тоже может помочь – это артроз локтевых суставов. И, кроме того, эта гимнастика может помочь при синдроме запястного канала, который часто случается у женщин, когда они имеют пальцы рук. Вот в этом случае эти упражнения тоже могут помочь. Упражнение нужно делать очень внимательно, не спеша и вдумчиво. Итак, поехали, начнем с самого простого упражнения. Ну, к примеру, у вас болит правая рука, тогда прижимаем локоть правой руки к себе. Левой рукой берем правую кисть и начинаем тянуть ее немножко вниз. Тянете до того момента, когда у вас появится легкое болевое ощущение. Здесь, теперь вы напрягаете больную, то бишь в данном случае правую руку, как бы пытаясь сопротивляться. И держите вот это напряжение, сопротивление примерно 5-7 секунд. После чего больную руку расслабляем и ведем ее еще немножко вниз, то есть постепенно отклоняем кисть все ниже и ниже. Примерно 5-7 секунд мы тянем руку вниз. После этого опять напрягаем руку. Тот же самый цикл 5-7, максимум 10 секунд мы больной рукой сопротивляемся, то есть удерживаем напряжение. А здоровой рукой мы эту руку не пускаем. Держим напряжение 5-7 или 10 секунд, потом опять расслабили больную руку и ведем ее еще немножко ниже. То есть здоровая рука оказывает давление на больную руку. 5-7-10 секунд. И еще раз повторяем все то же самое. Напрягли больную руку, держим примерно 5-10 секунд, после чего расслабляем и ведем руку вниз. Не допускайте болевых ощущений. То есть еще раз, легкое напряжение, легкая болезненность, но вот острой боли при выполнении этого упражнения быть не должно. И на что еще нужно обратить внимание. Максимальный цикл до 5 раз напряжение и расслабление. Минимально 3 раза все это делаем. Это было первое самое простое упражнение. Следующее упражнение посложнее. Опять прижали локоть к животу. Кисть отклонили вот таким вот образом. И начинаем вращать больную руку на себя. Здоровой рукой. И делаем это до появления легкого напряжения, легкой болезненности. Вот когда вы почувствуете, вот здесь должно напрячься все. То есть мы тянем руку. После чего, как в предыдущем упражнении, напрягаем больную руку. И держим напряжение, то есть противовес здоровой руке в обратную сторону. Держим вот это напряжение 5-7-10 секунд. Держим напряжение. Потом больную руку расслабили. И опять ведем ее на себя. То есть вращаем ее вот в эту сторону, на себя. 5-10 секунд. И вновь повторяем цикл. Напрягли больную руку. Потом расслабили. И опять ведем на себя. Повторяем вот это вот напряжение и расслабление 3-5 раз. Следующее упражнение, самое важное и самое эффективное. В этом упражнении мы будем использовать свою ногу как рычаг. То есть садимся нога на ногу. Кладем больную руку поверх ноги. Вот так захватываем ее здоровой рукой снизу. И начинаем выкручивать больную руку наружу. Вот в ту сторону. До появления опять же напряжения и легкой болезненности. Обратите внимание, что при выполнении этого упражнения нужно следить, чтобы рука не сгибалась в локте. То есть рука должна быть прямая. Итак, вращаем руку 5-7 секунд. После чего напрягаем больную руку. То есть оказываем сопротивление. Но здоровой рукой мы эту руку не пускаем. То есть просто напряжение 5-7 секунд. Теперь расслабили больную руку. И крутим ее дальше. Опять же делаем это 5-7 секунд до появления напряжения и легкой болезненности. Не сильной боли, а легкой болезненности. Опять сопротивляемся, напрягаем больную руку. 5-10 секунд. Потом расслабили и вращаем ее дальше. Повторяем вот это напряжение и расслабление. Соответственно, снова от 3 до 5 раз. Теперь захватываем руку вот таким образом. Это уже следующее упражнение. И начинаем вращать руку на себя. Так, чтобы была легкая болезненность, легкое напряжение, но не было острой боли. Вращаем. Опять же стараемся не сгибать руку в локте. И теперь напрягаем больную руку, как будто вы пытаетесь сопротивляться. Свои здоровые руки. Держим напряжение 5-10 секунд. Теперь расслабили больную руку и вращаем ее еще немножко дальше. Опять же удерживаем вот это вот вращение. 5-10 секунд. Снова сопротивляемся. Снова напрягаем больную руку. 5-10 секунд это делаем. И расслабили. И вращаем ее еще немножко дальше. Еще один раз напрягаем. 5-10 секунд. Расслабили и доводим ее еще чуть-чуть. Хорошо. И завершающее упражнение из этого комплекса. Здесь надо устроиться так, чтобы локоть был совсем таким рычагом на ноге. Захватили кисть пальцы, кисть больной руки. И начинаем отводить пальцы на себя. Как бы напрягаем их, выворачиваем руку. А вот теперь самое важное. В момент сопротивления нужно будет делать два движения больной рукой. То есть поднимать пальцы вверх и как бы немножко сгибать руку в локте. Но естественно, здоровой рукой мы больной шансов не дадим. То есть мы ее будем удерживать. Просто само напряжение должно происходить по двум направлениям. Итак, вот мы напрягаем больную руку. А здорово ее удерживаем. 5-10 секунд. И расслабили. И ведем пальцы еще дальше на себя. Опять же 5-10 секунд. Снова напрягаем больную руку. Как будто пытаемся согнуть ее в локте. И пытаемся сопротивляться пальцами. Теперь расслабили. И снова ведем ее еще чуть-чуть дальше. Не перестарайтесь. Не надо слишком сильно руку себе выворачивать. То есть легкое напряжение, легкая болезненность. Но не более того. И еще раз. Напрягли больную руку. Подержали напряжение 5-10 секунд. И расслабили. Ведем руку еще чуть-чуть на себя. Оптимальное время каждый раз напряжения. Ну, 5-10 секунд. Но самое оптимальное это где-то 7 секунд. Вот я обычно, когда себе снимаю напряжение с рук, я ставлю перед собой часы и прям по часам все это делаю. 7 секунд это оптимальное время и напряжения, и расслабления последующего. Еще раз повторюсь, что каждое упражнение надо делать 5 раз. То есть от 3 до 5 раз. 3 раза расслабили, 3 раза напрягли. 5 раз расслабили, 5 раз напрягли. Эти упражнения помогут вам снять напряжение, когда руки слишком сильно устали. Или когда вы потянули локтевые сухожилия. Или если у вас локоть теннисиста, то есть перегрузка сухожилий во время занятий спортом. Ну и у женщин, когда они таскают тяжелые сумки, тоже начинают болеть локти. В этом случае вот эти 5 упражнений вам хорошо помогут. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. И смотрите канал Доктор Евдокименко.